Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. Как видите, я тут повесил уже парочку цепочек. Кто не знает, давайте мы сейчас с вами сделаем цепочку такую. Пойдем в 7, так, возьмем цирклю, возьмем, вытащим ее сейчас сюда, вот так. Так, и теперь давайте займемся ее обработкой, это очень легко, в принципе. В принципе, берем, выделяем, S по Y, S по Y, ну и, пожалуй, готово. Теперь нам останется, опять же, взять цирку. Зараза, надо было отключить выделение, секундочку. Вот так, отключим выделение и возьмем теперь, возьмем теперь цирку. Вот. Вот он у нас, вытаскиваем его отсюда. Так, и делаем вот это толщина цепи будет, понимаете? Значит, нам надо будет ее уменьшить, естественно. Зачем она такая? Вот такой толщины нам недостаточно будет, скорее всего. Ну, это мы сейчас посмотрим. А дальше очень просто. Мы берем, выделяем вот этот, идем, вот значок, курва здесь, идем в геометрию и берем вот, говорим, вот этот должен вокруг встать. Вот, все. Ну, а дальше, если нам нужна большая цепь, во-первых, давайте превратим ее в меш. Превратили, после этого нам вот это вообще не нужна вещь. Так. Уталяем. Ну, а здесь давайте мы применим с вами Пум-пум-пум. Применим с вами этот самый РЭ. Пойдем вот сюда. Пойдем вот сюда. Собака. Приди отсюда. Пошел. Пошел. Так. Если мы пойдем с вами в РЭ. И скажем, что здесь ноль. А вот по Z. Нет, Z тут ни при чем. Это как-то странно иногда бывает. Ну-ка, да. Примерно вот так рассчитаем. Сколько нам надо звеньев? Допустим, 3-4. Так. И, ну скажем... Сейчас попробую сделать Shift D. Вот он у нас, видите, выделялся. И развернуть его R по... И Y... Ой, нет, по X у нас 90 градусов. Оп. Нет. Не получился. Позад. Д. Вот так. Так. Так, и попробую сейчас перевернуть ее. А дальше просто мы берем, тащим его сюда. G. Z. A. G. И ставим вот здесь. Если мы видим, что у нас как-то немножечко это, то... Мы можем, во-первых, расстояние раздвинуть. Опять. Позад. Ну-ка. Там, очевидно, еще одна. Конечно, ее надо удалить. Здесь мы чуть-чуть можем... Раздвинуть. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Это мало. Это мало. Ну, в общем, вы знаете где, да? Допустим, я сделаю, то есть, 350. Вот и все. Мы получили с вами то самое колечко, которое вы мечтали. Единственное, что нам надо поднять это наверх. G. Z. Вот и все. А дальше мы можем уже как угодно делать. Вот. Тоже 55. 55. И ее, конечно же, можно уменьшить. Конечно же, можно уменьшить ее. Соединить эти две. Соединить ее две. И где они там? Join, допустим, сказать, да? И у нас объект. Join. Join. Оп-ля. Чего надо это все сказать и play? Здесь сказать и play. Позже сказать. Позже сказать. Нет мыши для присоединения. Почему у вас мыши нет? Интересные вы, ребята. Так. Здесь сейчас сделаем маленькую. Ну, такая цепочка нам, конечно же, в жизни пригодится. Ну, я думаю, мы ее подвесим сюда. И сюда будет классно. Ну, все, вроде бы. Ну, я думаю, почему я их не могу соединить. Про каких-то мышей она говорит, объект, конверт. Ну, и так понятно, что они мыши, да? Ну, это странно, конечно, для меня, что она не может объединить. А нет, объединила. Ха. В общем, странно иногда бывает эти ребята. Ладно. Мы сейчас с вами сделаем следующее. Мы пойдем в син. Возьмем эту цепочку. Нет же. Присоединим ее вот сюда. Так. И опустим вниз. Чтобы она как бы в нее впаялась. Так же. Вот так. Да. И... Посмотрим. Может быть ей надо тоже убрать все ресеты. Все ресеты убрать. И тогда вставить здесь объект на 3D курсор. И от него уже поплясать. То есть сказать Mirror. Mirror. Угу. Ну и все. Действительно нормально получилось. Отлично. Получилось нормально. Еще один коротенький тултор. Но без него нам не обойтись. Цепочки нужны будут всегда. Поэтому запоминайте. Не следуйте моему примеру. И не забывайте ничего. Так. Все. Тут уже загрузилось. Следующая будет делать. Следующая будет. 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 Продолжение следует...